Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня предлагаю обсудить старт отопительного сезона в регионе. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2000 году назначен на должность ведущего государственного инспектора по Котлонадзору Гомельской областной горно-технической инспекции, впоследствии областного управления промо-атомнадзора. В 2009 году стал заместителем начальника управления ЖКХ Гомельского облсполкома. На опросы, которые касаются сферы жилищно-коммунального и хозяйства, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Здравствуйте, Вячеслав Николаевич! Здравствуйте, Ольга! Вячеслав Николаевич, и сразу самый главный вопрос сегодняшнего эфира. Когда же уже станет тепло у нас в квартирах? Согласно правилу прохождения отопительного сезона, тепло в квартирах включается, когда на улице стабильно установится в течение пяти дней температура плюс 8 градусов. На сегодняшний день эта температура несколько выше, поэтому согласно тех же правил 4 числа мы включили только лишь социальные объекты. это больницы, это детские сады, школы, ну и ряд других учреждений, где постоянно находятся люди. Правила предписывают в данном случае включать отопление в этих учреждениях, когда на улице установится температура в течение пяти дней 10 градусов тепла. То есть еще пока ни дня у нас ниже этой магической цифры 8, которую мы уже запомнили все, не было, да? Стабильно не было, пять дней пока, к сожалению. Вот на рабочем месте мы проводим времени, наверное, не меньше, чем дома, а когда же потеплеет в офисах, в административных зданиях? Ну, как я уже говорил, в первую очередь включаются социально значимые объекты, затем идет включение жилья, а затем уже включаются производственные помещения. Такой порядок у нас устроен. Здесь есть какая-то привязка к температуре или это уже по возможности? Ну, здесь уже по желанию руководителей предприятия. Понятно. Службы ЖКХ работают во взаимодействии с синоптиками. Что говорит Гомель облгидромет? Сколько же нам еще ждать? Будет температура понижаться или повышаться в ближайшее время? Ну, в любом случае температура, конечно, будет понижаться. Дело идет к зиме. Рано или поздно, да. Но пока ближайший прогноз показывает, что пока еще рано включать отопление. Выходные достаточно будут теплыми, да? И понедельник тоже, а там уже нужно будет... А там мы, да, будем мониторить ситуацию. И опять-таки, включают, дают команду на включение отопления местные органы власти. Понятно. Кстати, как стартовал отопительный сезон? Если говорить об объектах социальной сферы, были ли какие-то проблемы, нарушения? Ну, проблем не было, потому что было до начала отопительного сезона довольно серьезная работа проведена и запустились в штатном режиме. Никто не жаловался? Ну, по крайней мере, мне жалобы не поступали. А, Вячеслав Николаевич, правда ли вот еще о погоде, что ожидается какая-то необычно суровая зима в этом году? Ну, в любом случае, какая бы зима ни была, суровая, не суровая, мы готовимся к максимальным температурам. Мы заготавливаем необходимое количество топлива с учетом максимальных температур, которые у нас... Готовимся мы на минус 24, но больше плюс-минус, там уже, в принципе, особой разницы нет. То есть, какая бы зима ни была, службы у нас готовы, подготовлены, есть необходимая техника, запасено необходимое количество топлива, есть люди, которые будут обслуживать, так что я проблем не вижу. И от зимы это не зависит. Понятно. А вот какая температура является критической, когда уже страшно выдержать для оборудования? Какой минус для нас опасен? Ну, оборудование у нас рассчитано, как я говорил, на минус 24, в принципе, ну и выше, потому выше, вернее, ниже температура, если будет опускаться. Ну, здесь, конечно, есть определенная напряженность, но, опять-таки, подготовлены все силы и средства. Есть в необходимом количестве аварийные бригады, которые в крайнем случае выполнят необходимые ремонты в кратчайшее время. Вот. Ну, также у нас в области имеются две передвижных котельных, которые одна находятся здесь, в Гомеле, на базе Гомелеоблтеплосити, и вторая у нас расположена в Светлогорске. Это они у нас находятся в постоянном резерве, и в случае выхода каких-либо теплоисточников из строя на какое-то время, мы готовы их в течение, там, нескольких часов доставить на место, подключить, обеспечить теплоснабжение. В общем, зима врасплох не застанет. Нет. Скажите, пожалуйста, почему бывает так, что даже после включения отопления батареи в квартирах могут быть, ну, едва-едва теплыми? Ну, сам процесс включения отопления, он занимает 3-4 дня. То есть, пока заполнятся все системы отопления, пока приведут их в рабочее состояние, пока они запустятся. Потом, согласно нормативным документам, у нас есть 10 дней на окончательную регулировку всех систем отопления. То есть, в этот период могут быть какие-то в отдельных квартирах, в отдельных домах какие-то перебои с отоплением. Вот. Ну, часто мне задают вопросы, часто звонят жильцы, жалуются на то, что у нас холодные батареи. Когда спрашиваешь, какая температура в квартире, говорит, в квартире тепло, а батарея холодная. Это происходит обычно потому, что регуляторы, которые установлены в тепловых пунктах, они считывают температуру окружающей среды. И чем выше температура на улице, тем меньше поступает теплоносителя в батареи. Вот. Они, естественно, меньше греются. То есть, достигается определенный режим экономии. Но в любом случае, в квартире должно поддерживаться микроклимат не ниже 18 градусов тепла. Мы этот социальный стандарт выдерживаем. А оптимальная какая температура? Ну, по санитарным правилам и нормам, оптимальная температура от 18 до 24 градусов. А бывает очень жарко в некоторых квартирах, люди зимой с открытыми фортиками. Тоже ведь не совсем правильно. Почему так? Ну, такие случаи возникают нечасто. В основном это бывает при выходе из строя каких-то систем. Эти случаи мы стараемся не допускать. И при необходимости производится опять определенная наладка, регулировка. Вот. Ну, зачастую бывает так, что жильцы сами меняют окна, ставят пластиковые. Система теплоснабжения дома рассчитана на деревянные окна. То есть, на какой-то естественный приток воздуха. То есть, система не понимает. Да, да, да. Холодно или нет. Вот. И если делается комплексный ремонт, то тогда система, естественно, регулируется. Если дом утеплялся, если делались какие-то там по тепломодернизации работы, то, естественно, регулируется система. Вот. А в таких случаях, когда жильцы это делают сами, естественно, никто систему специально регулировать не будет. Ну, да. И потом греем наружный воздух. Вообще, тепловые сети, конечно, хозяйство обширное, хозяйство хлопотное, потому что есть еще такой показатель, как процент изношенности. Скажите, пожалуйста, что предпринимается летом для того, чтобы зимой у нас не было перебоев с подачей тепла? И можно ли сказать, что вот сегодня в области налажена эффективная система подготовки к отопительному сезону? Работы по подготовке к отопительному сезону мы начинаем сразу по окончанию предыдущего сезона. Некоторые работы по подготовке, такие как заготовка топлива, в основном это древесное, естественно, топливо, мы ведем круглый год. Это делается для того, чтобы к отопительному сезону топливо уже полежало на складе, подсохло и дошло до определенной кондиции. А все остальные работы, которые связаны с подготовкой к отопительному сезону, мы начинаем обычно в марте, в апреле месяце. Для этого составляется целая программа, которая охватывает более 50 направлений. Приведу пример, кратко все, естественно, перечислять не буду. Это и замена тепловых сетей, это и подготовка оборудования котельных. У нас котельных в области порядка 640 на сегодняшний день, которые находятся на балансе предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Это и замена, и плановый ремонт насосного оборудования, как в котельных, тепловых пунктах, так и в системах водоснабжения. Это, естественно, подготовка жилищного фонда к работе в осенний-зимний период. Это и плановые ремонты тепловых узлов, это и замена стыков в стеновых панелях. Это и замена восстановления остекления там, где необходимо. Это и замена поверка счетчиков, контрольно-измерительных приборов. То есть целый комплекс работы. Много, да. Мало ее начать и закончить нужно еще. И чтобы качественно это было сделано, вот как вас оценивают, Вячеслав Николаевич? Какую оценку поставили ЖКХ Гомельской области за подготовку? Единственное, как вы правильно говорите, это завершение работы, оценка этого всего. В этом году мы подготовительные работы к зиме закончили 31 августа. Все наши как теплоисточники, так и потребители тепловой энергии, это дома, жилые дома, получили паспорта готовности. То есть у нас еще остался месяц, потому что, согласно нормативной документации, паспорта должны получить к 1 октября. Мы их получили до 1 сентября. То есть месяц на доведение, там уже наведение определенного лоска. Значит, работа системная. Да, и на уровне республики мы, в принципе, были на первом месте. Хорошо, сейчас предлагаю посмотреть сюжет. Наши корреспонденты побывали на одной из самых современных котельных регионах. Еще в первой половине 90-х поселок Заречи Речицкого района назывался совсем по-другому. Гомель-30 был военным городком. В расположенных здесь шахтах хранились ядерные боеголовки и химическое оружие. По этой причине городок был секретным, как и все его объекты. Построена почти 70 лет назад, котельная подавала тепло как на сам поселок, так и на некоторые военные объекты. Если последних уже нет, то жилые дома сохранились до нашего времени. Другое дело, что эксплуатировать установленное в котельной физически и морально устаревшее оборудование оказалось экономически невыгодно. По сути, котельная больше грела землю, чем согревала людей. В реализацию проекта входила еще замена тепловых сетей по поселку. Потому что поселку уже более 50 лет, сети все изношены были. Потери составляли 45% на старой котельной, на новой, как ни странно, всего 4%. Это весьма серьезный показатель. Новую котельную построили всего за 9 месяцев, максимально приблизив ее к поселку. Вместе с заменой сетей проект обошелся в 2 миллиона 840 тысяч долларов, выделенных Всемирным банком на выгодных для Беларуси условиях. При этом дорогой экологически грязный мазут заменили на местные виды топлива. Недостатка в них нет. Для получения тепла используются ветки, оставшиеся после подрезки деревьев, спиленные аварийные насаждения. Кроме того, значительные объемы древесины реческий рай жилкомхоз этим летом заготовил на участках, поврежденных жуком короедом. В качестве резервного топлива предусмотрен еще газ, но пользоваться им планируется только в исключительных случаях. При температуре минус 35 и ниже. Котлы наши щиповые, если работают все три вместе, они вытягивают суммарно 60% тепловой мощности нашей котельной. 40% на себя может взять наш газовый котел. То есть, в принципе, мы можем и на щиповых котлах вытягивать по температуре. В основном у нас газовое топливо, как резервное, будет использоваться в случае какого-то неисправности щиповых котлов. Если выйдет из строя подача твердотопливной, тогда запускается газовый. А так, в принципе, наши щиповые котлы могут покрывать максимальные зимние нагрузки. Экономическая составляющая в работе коммунальных организаций сегодня среди первоочередных задач. Эти газопоршневые установки реческий рай жилкомхоз приобрел тоже за средства Всемирного банка. Сегодня здесь вырабатывается электроэнергия, поставляемая на все крупные объекты предприятия. Причем ее себестоимость вдвое меньше той, которую продают энергетики. Теперь, если образуются излишки, коммунальники сами могут продать их энергетикам. Газопоршневые установки вырабатывают 4000 кВт в час электроэнергии, которые поставляются в сеть города. Часть электроэнергии используется предприятием для собственных нужд. И еще об одном проекте, реализованном реческой коммунальной службой. В рамках оптимизации здесь закрыли три местные котельные. Подача тепла теперь осуществляется из одного центрального источника. Причем проект, первоначально оцененный в 600 тысяч белорусских рублей, удалось реализовать на четверть дешевле. Затраченные средства окупятся в течение трех с половиной лет. За счет снижения количества обслуживающего персонала, внедрения современных технологий получения тепловой энергии и почти двукратного снижения ее себестоимости. Здесь было неэффективное котельное оборудование, подовые горелки. То есть, получается, 50-70 лет назад это было нормальное явление. В наше время это уже ненормальное явление. То есть, есть более передовые технологии сжигания газа в котлах, которые повыше КПД и, естественно, ниже себестоимость выпускаемой продукции. Вы смотрите диалог. У нас в гостях заместитель генерального директора Государственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области Вячеслав Пархоменко. Вячеслав Николаевич, новые экономные котельные, замена теплотрасс, выработка собственной электроэнергии, меры, направленные на предотвращение потерь энергии, снижение ее себестоимости. Расскажите, пожалуйста, как эту задачу сегодня жилищно-коммунальному хозяйству области удается решать? Насколько эффективно? И каковы дальнейшие планы в этом направлении? На сегодняшний день наша основная задача, как вы уже сказали, это снижение себестоимости. То есть, все должно быть направлено на то, чтобы сэкономить бюджетные средства. Поэтому, как вы видели в сюжете, мы ведем довольно большую работу. Только в этом году мы планируем ввести, уже ввели три котельных, которые перевели на местные виды топлива. Еще в этом году мы планируем ввести, до конца года закончить работы по модернизации еще пяти теплоисточников. Из них один довольно крупный теплоисточник. Тоже будет довольно уникальная котельная. Строится она сейчас на базе существующей в Калинковичах. Позволит, опять-таки, кроме выработки тепловой энергии, она будет вырабатывать и электроэнергию. Электроэнергию позволит нам уйти от трех котельных, которые тоже отслужили свой нормативный срок службы и уже неэффективны в самих Калинковичах. То есть, работа ведется довольно большая. Только вот в этом году у нас запланировано... Ну, я уже не буду говорить про теплоисточники. Я уже расскажу про замену тепловых сетей. В этом году у нас запланировано только заменить 114 километров. На сегодняшний день мы заменили уже 107 километров. Вот. Эта работа у нас ведется из года в год. Мы каждый год меняем по 4% от всех существующих сетей. И на сегодняшний день мы уже достигли, снизили потери только по теплу до 10%. Хотя буквально 5-6 лет назад у нас потери были и 20%, а кое-где и выше. Ну, вот как здесь в сюжете прозвучало, были 45%, да, на старой котельной? Ну... Теперь 4%. В принципе, насколько максимально можно этот показатель минимизировать? По некоторым теплоисточникам у нас потери есть и 7%, и 8%. Так что есть к чему стремиться. Вот сегодня очень много говорится о переходе на местные виды топлива. Расскажите, пожалуйста, почему это так важно? Что это дает? Ну, во-первых, что у нас относится к местным видам топлива, и что мы используем у нас на коммунальных котельных. В основном это топливная щепа. Это на довольно крупных котельных там до порядка до 10 мегаватт мощностью. На маленьких котельных это до полумегаватта, ну, может, чуть немножко больше. Мы используем еще до сих пор, правда, используем дрова. Вот. Во-первых, это... Дрова это нехорошо, да? Ну, дрова это, в принципе, ручной труд. То есть человек должен находиться постоянно в котельной, вот, должен эти дрова подкидывать в котел. Вот. Это все-таки тяжелая физическая работа. И на сегодняшний день у нас уже, в принципе, разработана программа, где мы планируем довольно большое количество котельных, это больше сотни, перевести в автоматический режим работы с использованием так называемых топливных пилет. То есть это современное оборудование, которое в первую очередь исключит этот тяжелый физический труд, во-вторых, исключит человеческий фактор при работе оборудования, позволит нам автоматизировать все процессы в котельной. Так что здесь у нас эта программа есть. Ну, и местные виды топлива на сегодняшний день, это, во-первых, безопасность страны топливной. Мы не зависим ни от кого, мы не зависим от поставщиков газа. Вот. И сегодня оборудование уже достигло такого развития, что мы имеем себестоимость на котельных, которые работают на топливной щепе, ниже себестоимость тепловой энергии, которая вырабатывается на природном газу. А с точки зрения экологии? С точки зрения экологии, все оборудование, которое у нас установлено, оно на стадии проектирования проходит экологическую экспертизу. И очень строго наши экологи относятся к выбросам дымовых газов, содержанию там вредных веществ. И если сравнивать с природным газом, то на сегодняшний день разницы нет. Либо котельная работает на местных видах топлива, либо она работает на природном газу. А что касается дальнейших перспектив перевода на местные виды топлива, какой срок у вас обозначен для того, чтобы полностью перейти? Ну, полностью, к сожалению, перейти у нас не получится, потому что, опять-таки, тут есть в основном технические причины. Крупные котельные теплоисточники у нас располагаются в основном в центре населенных пунктов. И чем больше мощность, тем больше она требует и склада топлива, и оборудования топливоподачи. И довольно с учетом плотности застройки это довольно тяжело разместить. Ну, а по перспективам, буквально 10 лет назад мы имели порядка 18% использования, выработки всей тепловой энергии на местных видах топлива. На сегодняшний день эта цифра превышает уже 40%. И с каждым годом мы стараемся увеличить. И, думаю, году 2025 мы доведем эту цифру хотя бы до 50%. С 1 сентября в Беларуси проиндексировали цены на газ, тарифы на электротепловую энергию. Расскажите, пожалуйста, вот как все это отразилось в тех суммах, которые увидели жители региона в жировках. Ну, вообще индексация у нас проводится в соответствии с указом президента. Это 550 указ. Там сказано, что ежеквартально должна проводиться индексация при условии роста реальных доходов населения. С 1 сентября в соответствии с постановлением правительства, это 641 постановление, проиндексированы цены на природный газ, на сжиженный газ, на электроэнергию, тепловую энергию. Кроме того, область полкома проиндексированы цены на воду, канализацию, на обслуживание жилого дома, на пользование услугами лифтов. В среднем выросла стоимость порядка 8%. Если брать квитанцию или жировку для средней семьи, то есть это площадь квартиры 48 метров квадратных, 3 человека прописаны, то по сравнению с августом сентябрьская жировочка подрастет около 4 рублей. Ну а когда уже у нас начнется отопление, это будет, наверное, более очевидно, да, в сравнении? Да, конечно, добавится еще стоимость отопления. А с 1 декабря ожидается еще одна индексация? Да, индексация производится, как я уже сказал, ежеквартально. В ЖКХ внедряют цифровые технологии. Снимать показания с домашних счетчиков газа, воды и электричества в одном из домов Гомеля доверили электроники. Специальный модуль занимается этим самостоятельно и в режиме онлайн отправляет все результаты прямо в расчетный центр. Звучит фантастически. Расскажите, пожалуйста, насколько это дорогое удовольствие? Есть ли перспективы у этого проекта в той части, чтобы оборудовать подобными системами и другие дома? Ну, сам по себе, это вы рассказали про дистанционный съем показаний с приборов учета, для нас это не новость. Эту работу мы начали еще, по-моему, с 2006 года, но тогда оснащались приборами дистанционным съемом, оснащались приборы учета тепловой энергии. Вот. И город Гомель у нас полностью оснащен, Светлогорск, Мозырь и Жлобин. Дистанционным съемом показаний, но это именно тепловой энергии. В этом году мы решили пойти немножко дальше и решили сделать эксперимент, как вы сказали, по снятию всех показаний. Да, на сегодняшний день это относительно дорогое удовольствие. Я не буду называть стоимость, потому что тут она, пока это проект пилотный, экспериментальный. Вот. Но, как показала практика, на сегодняшний день от этого отказываться нельзя. Это мы будем развивать. Все новые дома, которые будут сейчас, начнутся сейчас строительство домов, на уровне задания на проектирование, на уровне выдачи технических условий мы будем настаивать на проектировании этих систем. Но это же и будет включено в стоимость, которую будут владельцы квартир выплачивать. Конечно. А сколько тогда это стоит, скажите, для одного дома? Так, чтобы примерно себе представлять перспективу. Для одного дома, ну, например, если оснащать дистанционным съемом показаний приборов учета воды, то это на сегодня стоит порядка, один прибор порядка 30 рублей с дистанционным съемом. Ну, естественно, там что-то, что-то там программное обеспечение, но немножко больше. И каковы результаты эксперимента? Ну, для чего вообще это делается? Вообще, для чего делается дистанционный съем? Ну, во-первых, предприятие, которое эксплуатирует жилой дом, наша служба, мы можем оперативно в течение, буквально в онлайн-режиме, мы видим, как работают системы дома, мы можем очень оперативно отреагировать на какие-то неполадки и внести корректировку в работу систем. То есть это дает довольно большой плюс. Потом мы уходим от службы контролеров. То есть если автоматически передаются данные, не надо содержать довольно большой штат контролеров, которые обходят квартиры, проверяют показания счетчиков и так далее. Это касается и нас, это касается, в принципе, и других служб, которые счетчики проверяют. Ошибка возможна в этой системе? В этой системе ошибки невозможны, потому что, когда снимаются показания, компьютер анализирует ситуацию, сравнивает с показаниями предыдущих месяцев. И если какой-то идет спад или рост, то опять-таки оперативно реагируется на это все. И также эта система, она позволяет сама себя диагностировать. То есть какие-то неисправности самого прибора учета, того же счетчика, они отражаются на компьютере. Но все равно звучит фантастически. И то, что человеку минимально нужно участвовать в этом процессе, это очень привлекательно. Ну, лично для меня. Скажите, пожалуйста, а как оценивается работа по обслуживанию жилищного фонда Гомельской области? Есть ли у вас жалобы на эту сферу? Ну, жалобы есть всегда. Это люди. Люди имеют свои привычки, имеют свое какое-то мнение. Я уже в начале нашего разговора говорил, что зачастую жалобы поступают на ту же температуру батарей. И так далее. То есть, конечно, где-то бывают и наши недоработки. Но мы стараемся их, конечно, в свое время устранить. Наши корреспонденты задали вопрос гомельчанам, нужно ли привлекать к обслуживанию жилищного фонда частные организации. Давайте узнаем, как отвечали люди на улицах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это, конечно, обязательно привлекать частные организации. Это само собой. То есть, нынешняя ЖКХ не справляется? Не справляется вообще. У нас так вообще проблема. У нас лифты не работают по два раза в день, вызываем мастеров. Подъезды бы какой, ни одной лампочки. То есть, дети боятся ходить в школу. Это, конечно, проблема на сегодняшний день. Сложный вопрос. В Минске, я видел, пытались, но что-то не справилась сейчас эта организация. Поэтому вообще нужно, но смотря на каких условиях. Будет конкуренция. Будет стараться как можно лучше работать. А так конкуренции нет. Как сделали, так и сделали. Все-таки частник старается лучше себя показать, чтобы человек, покупатель не ушел без продукта, если взять в магазины. И то предложит, и то покажет. Поэтому как-то, вы знаете, неплохо работают частники. Поэтому я считаю. А в коммунальной все равно не считают? Ну, в коммунальной, я думаю, тоже. Если они в этом себя проявляют неплохо, то, я думаю, коммунальным неплохо себя должны проявить. У меня мнение другое на этот счет. Я думаю, что частники не окажут такого должного, скажем, и внимания, и не удовлетворят все потребности жильцов. Мне так кажется. А может, я ошибаюсь, не знаю. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Обсуждаем сегодня сферу ЖКХ. И у нас есть на линии телефонный звонок. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. День добрый. У меня такой вопрос к гостю диалога. Это город Мозырь, Сергей. Сергей, не слушайте, пожалуйста, себя по телевизору. Да, говорите. Значит, город Мозырь, улица Малинина, 47, квартира 127. У нас установлены поквартирные приборы учета тепла. То есть в каждой квартире установлен теплоспетчик, который должен контролировать отопление данной квартиры. Но они не используются. То есть мы когда строили дом, скажем так, мы деньги потратили на это оборудование, оно стоит согласитесь с бездойных денег. Его дома уже 6 лет, но никто их не использует, и мы платим по квадратам. То есть у меня вопрос такой, смысл ставить приборы, которые стоят, скажем так, дорогостоящие, которые не эксплуатируются и не используются. Спасибо большое за звонок, Сергей. Вячеслав Николаевич, поясните, пожалуйста, как такая ситуация могла сложиться? Ситуация такая складывается обычно в том случае, если нет 100% кворума жильцов, чтобы оплачивать теплопотребление по индивидуальным приборам учета. Это как-то очень слабо мотивирует людей к тому, чтобы их устанавливать. Потому что втайне я буду рассчитывать, что соседи мои не ставят, но им нет, зачем тратиться. То есть должно быть 100% согласие жильцов. Потом заключается договор за специализированной организацией, которая обслуживает эти приборы. Ну и там целая кухня. Я пометил ваш адрес. Дополнительно представим вам информацию, что нужно для того, чтобы... А возможен вариант, что они-то установлены у всех, просто не принимаются в расчет их показания? А все равно делятся по квадратам, по старинке. Бывает так? Нет, такого не бывает. Либо так, либо так. Понятно. Давайте продолжим тогда разговор о новации в сфере ЖКХ. В Беларуси заявили об эксперименте с капремонтом. Есть план существенно сократить срок проведения капитального ремонта. В каждой области выбран один экспериментальный дом. Расскажите, пожалуйста, как у нас будет это вестись, направление? Да, Министерством жилищно-коммунального хозяйства в этом году планируется провести эксперимент, так называемый ремонт за один месяц, капитальный ремонт за один месяц. Во всех областях подобраны дома для проведения этих работ. В том числе и у нас это запланирован капитальному ремонту дом в городе Жлобине по адресу микрорайон номер один, дом номер один. И работу мы планируем начать в октябре месяце. То есть вот-вот. Расскажите, пожалуйста, что теперь включает в себя перечень работ в рамках капитального ремонта? Ну, вообще капитальный ремонт – это жилищно-коммунальная услуга по восстановлению физико-технических свойств, эстетических, конструктивных каких-то качеств, потребительских качеств жилого дома, которые утрачиваются со временем до эксплуатации этого дома. То есть средства в первую очередь направляются на ремонт тех элементов дома, конструктивных элементов, либо это какие-то инженерные сети и так далее, которые влияют непосредственно на безопасность проживания в этом доме, либо и на качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Более подробно можно посмотреть, какие виды работы выполняются при капитальном ремонте в положении о планировании проведения капитального ремонта, которое утверждено постановлением Совета министров 324 в апреле 2016 года. Вячеслав Николаевич, а какого года постройки дома сейчас подлежат капитальному ремонту? Или это не обязательно единственный фактор, который учитывается, это возраст дома? Возраст дома, конечно, учитывается, но не является... То есть это не определяющим фактором? Да, 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 определяющим фактором. Вообще на капитальный ремонт дома ставятся в соответствии с графиками. Графики эти разрабатываются, согласовываются с местными исполнительными распорядительными органами. И зачастую задают вопрос, где можно посмотреть, когда наш дом встанет на капитальный ремонт. Эти графики имеются во всех жилищно-коммунальных предприятиях, которые эксплуатируют жилфонд, либо в ЖЭО посмотреть. Там эти графики есть. После опроса мы ответили на звонок телезрителя, а затем перешли к другой теме. И я забыла у вас спросить. Вячеслав Николаевич, а каково же ваше мнение относительно прихода частной инициативы в сферу обслуживания жилищного фонда? Как вы к этому относитесь? К обслуживанию жилого фонда частными организациями, фирмами я не вижу здесь никаких проблем. Потому что на сегодняшний день и товарищество собственников, и организации застройщиков, и КИЗы, они в принципе тоже являются, так сказать, негосударственными предприятиями. В рамках государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» местными распорядительными органами, то есть рай- и горысполкомами, на сайтах размещается информация о проведении конкурсов по выбору исполнителей на те или иные жилищно-коммунальные услуги, либо работы. То есть любое частное предприятие, которое обладает необходимым персоналом, необходимым оборудованием, может принять участие в этом конкурсе, и на конкурсной основе мы можем выполнять эти услуги. То есть ниша открыта? Ниша открыта, пожалуйста, да. Ну, на сегодня с кем мы с частниками работаем? Ну, так вот, если, так, глобально, кто все знает, тот же «Гомель-лифт», это частная организация. Вот, во многих домах установлены домофоны, эти домофоны также обслуживают частные организации. Так что, как вы говорите, ниша открыта. Ну что ж, спасибо большое, Вячеслав Николаевич, за сегодняшний диалог. Ждем тепла. Спасибо. Заместитель генерального директора Государственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области Вячеслав Пархоменко был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова